Дежурная часть автоинспекции города Якутска Предварительно установлено, что 22-летняя велосипедистка, двигаясь по улице Мерзлотная и выезжая с левым поворотом на Сергилявское шоссе, не пропустила автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате наезда пострадавшая девушка была срочно госпитализирована в республиканскую больницу с серьезными травмами головы. Сегодня на одном примере мы расскажем о правилах первой неотложной помощи, о тех мероприятиях, которые могут спасти жизнь. Дай бог, чтобы с вами этого никогда не произошло. Но, тем не менее, нужно быть готовым всегда ко всему. Итак, представим, значит, такую ситуацию. Раннее утро. Люди собираются на работу. И вот, видят, авария произошла. Задействовано несколько машин. Одна машина покореженная. В ней имеются пассажиры. Итак, какие первые правила? Значит, в первую очередь, нужно оценить безопасность, в том числе и для себя. То есть, машина может взорваться или нет. Если не может взорваться, уже подходим и оцениваем, по каким правилам мы сможем оказать медицинскую помощь. В какой последовательности, по каким шагам. Самое главное, оценить возможность эвакуации пострадавших из машины. Возможно ли это, не повредив их самих? Убеждаемся, что это действительно возможно. Что там можно открыть двери, можно разбить окно и там постараться вытащить больных. Потом далее мы уже начинаем оценивать, кто в каком порядке нуждается в оказании медицинской помощи. Итак, мы имеем, допустим, больных в сознании. Мы имеем больных без явных признаков шока. То есть, это уже идут пациенты второго эшелона. У нас имеется пострадавший. Слава Богу, в нашем случае это условный пострадавший. Оцениваем в целом его состояние. Например, могут быть неестественные положения конечностей, неестественные положения головы. В том числе, в нашем случае, допустим, будем рассматривать, например, неестественное положение головы. Итак, возможно, уже отсюда мы можем делать выводы. О переломах и о вывихах конечностей. Переломах и вывихах конечностей. Также неестественное положение головы может дать нас о травмах шеи и травмах головы. В том числе, вплоть до переломов как костей черепа, так и шейных позвонков. Итак, первый шаг. Определяем сознание. Мужчина, мужчина, слушайте меня. Ответа нет. Также проверяем, открыты или закрыты глаза. Есть ли реакция на болевые раздражители. Допустим, можно ущипнуть, также встряхнуть. Пощипать вот замочку уха. У нас нету реакции. Значит, у нас имеется глубокое нарушение сознания. Итак, далее. Следующий этап. Определяем. Есть ли у нас дыхание. Есть ли у нас сердцебиение. Один из наиболее удобных приемов на догоспитальном этапе, это тройной прием. То есть, мы наклоняемся к больному. Первое. Ухом. И также по тактильным ощущениям проверяем, есть ли дыхание от него. В этот же момент смотрим на грудную клетку. Есть ли движение грудной клетки. И также проверяем пульс. Итак, также в ряде шоковых состояний, при имеющемся сердцебиении, мы можем на лучевой артерии не определить пульс. Но у нас имеются магистральные сосуды, то есть, сонная артерия. Достаточно мощный сосуд, находящийся в непосредственной близости от сердца. И, как правило, даже когда уже на дальних от сердца участках мы не ощущаем пульсации, здесь она присутствует всегда. То есть, проверяем на шее. Итак, первое. Допустим, у нас подозрение, что нет дыхания, нет пульса. Если у вас какие-либо есть сомнения в отсутствии или присутствии пульса и дыхания, то уже непосредственно надо переходить к реанимационным мероприятиям. Что такое реанимационные мероприятия? То есть, вывод человека из состояния клинической смерти. Первое, что у нас. Оценка дыхательных путей. То есть, допустим, мы видим рвотные массы. Для этого, вот, берем и, то есть, вычищаем. Вычищаем. Также придаем обеспечение дыхательных путей. То есть, выведение нижней челюсти вперед. Делаем 30 нажимов на грудную клетку. Нажимы делаются, не сгибая в локтях. Нажимы делаются поясницей и плечами. То есть, на прямых руках. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. Для чего? Для чего вот эти вот нажимы на нижнюю часть грудины? Тем самым, мы заменяем функции сердца. Заменяем его сокращение. 30 циклов прошло. И теперь приступаем к искусственному дыханию. Ну, показывать это наглядно не будем. То есть, вдох в ротовую полость. Два мощных вдоха и снова 30 нажимов. Итак, допустим, нам удалось восстановить сердечный ритм. Мы видим, что пациент задышал, но продолжает оставаться без сознания. Вызыв скорой помощи. То есть, вызываем скорую помощь, объявляем место, адрес, где произошло происшествие, а также пол, приблизительный возраст и могут спрашивать, какая симптоматика. У нас имеется гипотетически также кровотечение. Накладывание жгута. В данном случае хороши любые средства. Выше нарушение целостности тканей. Будь то порез, будь то какая-то колотая рана, либо, ну, рана другого, любого происхождения. В общем, не важно. В общем. Если есть чем записать, то делаем записку с указанием даты и времени наложения жгута. Вот мы уже обсуждали в самом начале, что имеется травма головы. В данном случае рюкзак с жесткой основой может послужить щитом. То есть, в таком случае укладывание пациента при помощи ассистентов на жесткую поверхность, чтобы фиксирована была голова. Так, также у нас, допустим, имеется повреждение ноги. Здесь необходимо наложить шину. Допустим, предполагаем, неестественно вывернута голень. Значит, у нас, скорее всего, перелом на этом участке. Таким образом, нам необходимо зафиксировать, придать жесткую основу между двух суставов. И мобилизация проводится, и считается правильной, когда проведена между двух соседних суставов. Вот, жесткая основа и плюс. Ну, вот таким вот образом. Допустим, гипотетически. Будем считать, что нам хватило этой тряпки. Нам удалось восстановить сердечный ритм, удалось восстановить функции самостоятельного дыхания, и также удалось остановить кровотечение и зафиксировать поврежденную шею с головой и также поврежденную конечность. Провести их иммобилизацию. Следующим шагом ждем скорую помощь. При приезде скорой помощи стараемся помочь максимально, чем можем, сотрудникам скорой помощи, и также ответить на все вопросы о случившемся, о том, что вы сами провели. Спасибо за внимание. Храни вас Бог на дорогах и везде. Ну, и всего-всего вам хорошего. Освидетельствование у врача-нарколога показало, что 52-летний автомобилист был треск. Состояние опьянения не установлено. Его стаж вождения составляет 16 лет. Каждый велосипедист должен помнить, что он является полноценным участником дорожного движения, а значит, должен выполнять определенные правила и требования. Родителям необходимо знать, что движение велосипедистов в возрасте до 7 лет возможно только вместе с пешеходами по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. На проезжую часть имеют право выезжать только лица старше 14 лет. Разрешено движение по проезжей части по ходу движения транспорта, то есть по правой стороне, соблюдая условия дорожных знаков и светофоров. Движение навстречу транспортному потоку является одним из наиболее распространенных нарушений среди велосипедистов. Пересекать дорогу необходимо только по пешеходному переходу. При этом нужно сойти с велосипеда и на время стать пешеходом, а велосипед перекатить рядом. Юлия Сергеевна, скажите, пожалуйста, какие мероприятия проводят ГИБДД с велосипедистами? Сегодня совместно с подростковым центром и ПДН, Госавтоинспекция города Якутска, в рамках фестиваля «Летний позитив» провела мероприятие, в котором участвовали дети. Дети соревновались в практических навыках вождения велосипеда, и также мы им напомнили о том, как правильно управлять велосипедом на проезжей части. А в течение года такие мероприятия у вас, множество таких мероприятий? Да, конечно, но все-таки велосипед это дело сезонное, поэтому с потеплением в школах начинают наши инспекторы проводить лекции и беседы, и, конечно, особый упор был сделан на велосипедистов и водителей МОКИКов. Совершенно недавно, 30 мая, мы совместно с Управлением образования провели конкурс «Безопасное колесо», в котором участвовали дети-школьники. И ваше пожелание велосипедистам и вообще участникам дорожного движения? Ну, всем участникам дорожного движения я бы все-таки пожелала взаимопонимания и четкого соблюдения правил дорожного движения, потому что все ДТП происходят из-за того, что участники не соблюдают правила и допускают какие-то ошибки, недочеты. Прежде всего, нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и стараться предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Велосипедистам, прежде всего, необходимо повторить правила, прежде чем сесть за руль велосипеда, одевать шлем и быть максимально внимательными и аккуратными на проезжей части. Продолжение следует...